Антонина Васильевна Иванова, узница концлагерей. Родом она из маленькой деревушки Новоселья Псковской области. Когда началась жестокая война, ей было всего 4 года. Войдя в деревню, немцы рушили все на своем пути. Заходя в дома, они стреляли из оружия, убивали животных и издевались над людьми. Мы все попрятались, кто куда мог. Они заняли нашу деревню. Началась оккупация. Это 1941 год был, лето, где-то июль месяц. Потому что Ленинград обошли, Ленинград остался в блокаде. Ишли они не дальше на Псков. А мы, значит, остались под Игом. Красноармейцы старались сделать все, чтобы освободить советский народ от немецких захватчиков. Много людей ушли, партизаны, то есть народные мстители. Они не давали немцам покоя. Они подрывали поезда, потому что без конца эти поезда у нас недалеко от железной дороги проходили. Поймав партизанов, фашисты издевались и пытали советского солдата до изнеможения. После чего расстреливали или вешали на глазах у детей. Антонина Васильевна со слезами часто вспоминает об ужасах фашизма, которые забыть невозможно. Мы плакали. И было такое зернокранилище в деревне, в центре. Они на сваях, на столбах. И мы туда вниз подлезали, залезали. Чтобы не видеть, не слышать, плакали. Боялись. Страшно было. В 43-м году немцы собрали карательную экспедицию против партизан. Окружили деревню так, что пройти никто не мог. После чего они поджигали дома и рассаживали советских людей в арбы и отправляли на станцию, где в дальнейшем их посадили в поезд. Передали тоже партизанам, что повезли людей, а прицепили к паровозу вагон с детьми и стариками, а дальше их солдат, технику, чтобы не подрывали партизаны. После Антонины Васильевны ее семью привезли в Латвию. Детям пришлось пережить расставание со своей матерью. Маленькую Тоню и братьев отправили в лагерь Лиепая, а всех остальных в другой. Жили в лагере. Я единственное, что-то помню, что нары вот все деревянные, да. Есть всегда было, хотелось, нечего есть было. Нас строили колонны утром всегда немцы. Всегда у них там вышки с автоматами стояли немцы. Стояли и собаки. И стрелять в любое время могли. То есть убивали. И так должно было быть. Как рассказывает женщина, их мать сбежала из концлагеря и нашла своих детей. И в скором времени вся семья вновь была в сборе. Бомбились, не было видно. Ну один огонь, 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 огонь. Вот знаете, я думала, что никогда не будет света или это светопредставление какое-то было. И разбомбили, что пух и прах. И все здесь бежали. Кто куда. Когда объявили, что... А вот не было еще, все стреляли-то когда. Я все у мамы спрашивала. Слышу, все взрослые говорят, мир. Вот будет мир. Вот будет мир. А что такое мир? Говорит, доченька, это когда не стреляют, когда не убивают. Мир – это когда ни в кого не стреляют и никого не убивают. Именно эти слова врезались в память женщины. Сегодня Антонина Васильевна – председатель общества бывших малолетних узников фашистских концлагерей. Их в нашем городе осталось всего 27. Редактор субтитров А.Семкин